В Каменске-Уральском пожилой мотоциклист попал в дорожную аварию, частично по своей вине, а частично из-за грубости другого участника движения. Этот инцидент вызвал многочасовой затор в самом проблемном месте этого города и спровоцировал еще одно массовое столкновение. Авария с участием трех транспортных средств, раритетного мотоцикла «Иш-Планета-3», «Лады-Гранты» и «Красный» на марке, модель которой нам неизвестна, произошла в 9 часов утра на Байновском мосту через реку Исеть. Пожилой байкер на мотоцикле «Иш-Планета-3» аж 1971 года выпуска двигался со стороны улицы Суворова и на круговом движении намеревался выехать на мост, направляясь в сторону Старого Каменска. Мужчина двигался неспешно, как и все другие участники движения, подъезжая к проблемной развязке, да даже медленнее других. Его полувековой железный конь, даже сойдя с конвейера, имел не более 18 лошадиных сил. «Красный» на марке выехал на кольцо со второстепенной улицы Гоголя и сразу же из правой полосы начала перестраиваться во вторую. Проблемной же эту развязку Каменска называют из-за одновременного сужения четырех полос в одну. Поскольку столкновения попутных машин здесь случаются с завидной регулярностью, местные водители обычно очень чутко относятся друг к другу при перестроении. Но водитель красного авто, находясь позади мотоциклиста, а значит прекрасного в виде, решил воспользоваться своим приоритетом, данным правилом правой руки, и просто выпихнул пожилого мотоциклиста навстречку, где того немедленно атаковала «Лада Гранта». Несмотря на эффектный кульбит, мотоциклист не только выжил, но и поднялся на ноги. А мгновением позже, не сумев вовремя отреагировать на образовавшийся затор, уже на самом мосту столкнулись еще четыре легковушки. Восстановить движение по единственному автомобильному мосту, соединяющему в центре города Синарский и Красногорский районы, удалось не ранее, чем через полтора-два часа. Кого дознавать или назначить виновным в этой аварии, нам пока неизвестно. С одной стороны, мотоциклист должен был уступить помехе справа, но с другой стороны, по словам комментаторов городских пабликов, водитель красной машины вел себя, как будто он на дороге находится один.